приветствую всех зрителей у себя на канале недавно подвернулся случай я купил древний сервер но сам сервер мне не нужен хотя он был полностью в рабочем состоянии мне от него был нужен источник питания и вот эти серверные вентиляторы их там было вот таких вентиляторов где-то 6 штук не считая те турбинки которые непосредственно на источнике питания установлены и вот перед вами именно источник питания от этого сервера давайте я с ним вас познакомлю сегодняшнее видео не будет обзором непосредственно конструкции как это реализовано хотя бегло мы рассмотрим если честно я и сам особо как бы не изучал главное что этот источник питания рабочий и мне он нужен как источник питания поэтому в ходе этого видеоролика мы просто его протестируем посмотрим какие пульсации какое кпд какую мощность целом он выдает и в частности интересует линия именно 12 вольт этот источник питания выдает ну как и обычный компьютерный блок питания несколько напряжения в частности 3 3 5 и 12 вольт давайте рассмотрим его этикетку так сказать кстати по стоимости вы можете купить на алике на ибэх точно есть такие источники питания по цене от 40 до там 100 долларов и даже выше я целый сервер купил практически за стоимость источника питания получается так это источник от дельта электроникс моделька называется дпс 500 гб джи би гигабайт называйте как хотите питающее напряжение значит может быть от 100 до 127 вольт или от 200 до 240 вольт мощность источника питания 500 ватт да несмотря на его огроменные размеры он всего лишь на 500 ватт но здесь это очень очень серьезный блок питания высокой сложности с активным корректором коэффициента мощности но технологии здесь достаточно старые там поэтому выходной выпрямитель здесь не синхронный как допустим современных серверных источниках или компьютерных блоков питания выполнен на основе диодов шотки это конечно снижает кпд но в целом подобные источники их очень очень живучи имеют огромный срок службы и предназначены для работы под максимальными нагрузками 24 на 7 круглый год так что по именно качеству по работе по надежности они гораздо гораздо круче чем даже самые топовые компьютерные блоки питания потому что компьютерный блок питания в частности тот который вы покупаете в магазинах это большей степени бытовой а этот источник питания сами понимаете для более серьезных задач заточен так по выходу у него как уже сказал мощность 500 ватт формирует 5 вольт до 12 ампер но это слаботочные дежурки и прочее это не особо волнует так 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 силовое 12 вот силовой силовая линия 12 вольт на ток 35 ампер но я уверен что источник питания это его номинальный долговременный ток я бы сказал ну заявлено как максимум конечно же но он может без проблем очень долгое время эти токи отдавать иногда даже больше но мы к сожалению у нас для корректного замера у нас имеется электронная нагрузка и к сожалению я не смогу выкачать из него все 35 ампер потому что мощность нагрузки ограничено и 500 ватт ну 420 ватт получается если будем грузить линию 12 вольт к сожалению по полной не удастся конечно я могу притащить всякие разные нагрузки в частности резисторы и т.д. но нагрузка будет вводить свои коррективы коррективы а я хочу сделать еще и замер пульсации электронная нагрузка на полностью линейная нету то есть индуктивности никаких и дополнительных как бы вот таких моментов создаваться не будет и мы сможем сделать корректный замер именно пульсаций мне здесь именно важен этот параметр вот такой вот источник питания немножко давайте рассмотрим конструкцию дальше уже приступим к испытаниям я его вчера включал на пару дней у меня уже лежит без дела вчера включал включал проверил что работает и отложил в сторону никаких тестов я не проводил имеется на верхней крышке вот такая вот штучка это изолятор это все не обслуживалось долгое время хотя я когда вскрыл пыли там практически не было в этой части было расположен дополнительный алюминиевый радиатор но я его убрал здесь мы можем заметить часть термопасту возьмем что-то для того чтобы удобно показывать что к чему повторюсь источник питания выполнен достаточно сложно здесь я насчитал на вот только вот этих вертикальных платах штук 14-15 всяких разных микросхем я думаю что есть много также компонентов с обратной стороны платы платы естественно двухсторонние возможно даже многослойная не могу утверждать но подход думаю понятен это вот вся входная часть здесь очень-очень много всяких фильтров поэтому данный источник предполагается что не сильно будет гадить в сеть с учетом того что здесь еще имеется активный корректор коэффициента мощности в общем по входу у нас синфазный дроссель соответственно это вот вход входная часть имеется у нас синфазный дроссель еще парочка дросселей соответственно конденсаторы вот два вот таких немножко еще стоит побольше освещения сделать два вот таких серьезных термистора вот раз вот два дальше под вот этим радиатором на котором у нас к которому нас прикреплен входной выпрямитель установлено реле то есть у данного источника имеется полноценный плавный пуск на базе реле несмотря на то что мощность источника питания заявлено всего лишь 500 ватт в современных компьютерных полукиловаттных источниках питания я по крайней мере не встречал чтобы была система полноценная система софт старта с применением электромагнитного или любого другого реле далее у нас здесь идет входной выпрямитель имеет маркировку 1560 скорее всего на 15 ампер 600 вольт ну здесь дальше некоторые конденсаторы и идет дроссель этот дроссель является дросселем активного корректора коэффициента мощности значит по именно топологии я сказать не могу какая здесь топология топология но скорее всего скорее всего это какой-то косой мост потому что подобные источники делаются плюс минус по таким же топологиям не вижу здесь полного моста потому что ну тупо количество транзисторов не дотягивает до полного моста или я что-то не понимаю нет здесь вот с обратной стороны нету в любом случае один радио один транзистор один мощный диод высоковольтный быстрый диод используется в схеме активного корректора коэффициента мощности если конечно не пара транзисторов которые как правило стоят параллельно в некоторых случаях так так поступают и дальше несколько транзисторов схеме инвертора но их количество для полного моста должно быть не менее четырех штук а я не вижу здесь такое количество транзисторов судя по всему вот здесь должны находиться именно обвязка корректора коэффициента мощности здесь ключи инвертора или наоборот может быть в любом случае здесь имеется вот тут запрятан небольшой трансформатор предполагаю что это трансформатор гальванической развязки который призван управлять непосредственно транзисторами инвертора вот этот этот трансформатор является трансформатором дежурного источника обратите внимание на количество оптронов вот столько вот блин линий раз два три 4 5 линий обратной связи охренеть далее у нас идет силовой трансформатор вот нашеобразном сердечнике выполнен кстати конденсатор по входу я не показал он на 390 микрофарад ну хватает видимо хватает видимо такой емкости 450 вольт напряжения эти конденсаторы ну понятно уже указал что сервер довольно древний понятное дело что он без дела не лежал но конденсаторы в идеальном состоянии по крайней мере с виду они очень хорошо выглядят и все работает так трансформатор понятно далее у нас идут вторичные цепи здесь все блин это даже не силикон это что-то более твердое здесь и здесь ремонтопригодность такая себе но эти штуки повторюсь довольно надежные очень очень плотный монтаж два радиатора на которых расположены диоды значит шутки а также несколько стабилизаторов напряжения линейных я заметил скорее всего для формирования каких-то низковольтных линии управления для цепей управления для питания каких-то контроллеров и так далее далее здесь у нас обратите внимание что запрятан так прошу простить запрятана два датчика тока скорее всего очень высокоточных это уже клеммы которым подключаются вентиляторы вентиляторы 0 6 ампера 12 вольт каждый то есть это очень-очень такие шумные и высокопроизводительные вентиляторы здесь вот выходит куча проводов ну плюс минус штатная распиновка можно сказать есть отдельно вот такой силовой разъем 12 вольтовый этот разъем мы будем использовать для тестов скорее всего так далее у нас идут вот эти горизонтальные платы с двух сторон имеется монтаж достаточно плотный между прочим монтаж компонента в частности smd соответственно здесь есть шим-контроллер отвечающий за активный корректор коэффициента мощности основной шим-инвертора куча операционных усилителей всякие там разные супервайзеры для контроля напряжения на вторичных цепях и т.д. то есть не вижу никакого смысла что-то тут рассматривать потому что и самому непонятно нужно очень долго влезать в дебри именно процесса чтобы понять какая тут схемотехника что кто за что отвечает с обратной стороны это в принципе вот так выглядит корпус очень довольно неплохой то есть толстый он увесистый и в целом блок питания как и любой другой серверный низкопрофильный то есть удобно именно расположить во всяких разных конструкциях здесь кстати также можно заметить не считая что эти блоки конечно же очень шумно и дома такие эксплуатировать нецелесообразно то можно допустим если у вас есть какая-то система источник мощный источник бесперебойного питания с именно 12 вольтовыми аккумуляторами то этот источник я думаю что можно использовать в качестве зарядного устройства достаточно добротного и безопасного здесь по крайней мере я заметил четыре подстроечных резистора вот таких вот мелких и предполагаю что эти резисторы могут отвечать за выходное напряжение выходной ток я думаю что в подобном источнике питания это и другое подлежит регулировки теперь давайте я притащу все необходимое для того чтобы запустить и проверить основные характеристики этого источника питания и пульсаций собрал небольшой тестовый стенд который состоит из нашего источника питания реостата с помощью которого будем его нагружать токовые клещи показывающие топ в цепи и мультиметр который будет показывать напряжение на выходе источника питания запускаем питание вот так вот он шумит здесь светится зеленый индикатор в случае проблем будет светиться оранжевым напряжение 1222 именно такое же напряжение без нагрузки в холостую ток нагрузки на данный момент составляет 10 ампер я уменьшаю сопротивление реостата постараюсь показать оба прибора в кадре смотрим на напряжение но вообще чтобы немножко стал меньше так непонятно почему возможно у нас с питанием что-то не то или или так и должно быть то есть я слышу как обороты уменьшаются возможно так и должно быть и при нагреве они увеличатся 14 ампер топ нагрузки увеличиваем еще и напряжение у нас абсолютно никуда не двигается а немножко просила незначительно да вот обороты начали расти да так и должно видимо это работать 26 ампер 28 ампер вот это практический предел для него ну просадка опять же не ниже 12 вольт последний разряд на 8 единиц уменьшился пусть это сотая нормально в принципе источник четко держится выдувает так или любом случае воздух холодный отсюда выдувается отсюда всасывается вентиляторами ну давайте до срабатывания защиты 30 ампер где-то должно здесь быть 30 с половиной ампер 31 ампер и все сработала защита вот индикатор засветился оранжевым и вентиляторы здесь работают на минимуме дежурный режим по-прежнему здесь работает но основное питание как бы отсутствует устройство находится в защите при токе в 28 ампер напряжение 12 вольт пульсации у нас 1 и 2 вольта это пик-тупик максимум и рома 40 мили вольт всего-навсего с учетом того что только здесь большие замер не совсем корректные то есть здесь куча проводов непосредственно на выходе нужно измерять это что блок древние скорее всего конденсаторы потеряли часть своей начальной емкости это вполне-вполне достойный показатель вот 1,44 было только что 1,50 даже 28 ампер в принципе если обслужить если более корректный замер сделать думаю будет меньше блоки питания от серверов и базовых станций это отличные источники питания супер надежные они предназначены для работы в суровых условиях не выключаясь под большими нагрузками в течение очень длительного времени так что считаю что это отличное вложение во первых если речь идет допустим о тех же блоках питания или зарядных устройств от базовых станций это вообще шикарная вещь можно использовать как мощную надежную зарядку для электротранспорта подобные источники напичканы всякими разными защитами и практически всегда в своем составе имеют корректор коэффициента мощности не боятся перепадов сетевого напряжения не боятся длительного длительной работы на максимальных нагрузках основной недостаток конечно же связан с достаточно большими размерами а также с тем что они шумные тут мощная система охлаждения но это универсальные источники особенно для базовых станций но и для источники для серверов тоже можно использовать для большинства задач они выдают несколько разных напряжений но и 12 вольт это одно из самых так сказать востребованных напряжений списанные источники питания на том же алиэкспресс в плейсмаркетах на интернет барахолках можно урвать буквально за бесценок если вы нуждаетесь в 12 вольтовым в 5 вольтовым или в 3 и 3 вольтовым источники питания то советую на этом друзья у меня все не забываем оценить данное видео подписаться на иные мои ресурсы до новых встреч пока